Здравствуйте, дорогие друзья! Скоро в интернете вы сможете посмотреть концертную программу, посвященную юбилею танцевального коллектива Одисси Дживанрити. Вот сегодня здесь, в этой студии, на платформе Zoom, собрались несколько старших хореографов фонда Нрития Сабха. Среди них, пожалуйста, Екатерина Юрьевна Селиверстова, руководитель школы танца Чаккар и старший хореограф фонда Нрития Сабха, Тантьяна Юрьевна Назарова, также арт-директор фонда Нрития Сабха и старший хореограф, Надежда Геннадьевна Каврига, старший хореограф Нрития Сабха и руководитель школы Ревоти. И также Виталина Ивановна Лобач, тоже старший хореограф Нрития Сабхи и художественный руководитель Одисси Дживанрити. У нас возник очень интересный вопрос, который мы хотим сегодня обсудить. Как мы относимся, как танцоры, к дистанционным концертам? То есть вот как мы, как танцоры, получаем ли мы удовольствие от того, что выступаем, так сказать, в пустом зале? И это видео затем только увидят наши уважаемые зрители. Пожалуйста, давайте мы послушаем мнение наших старших хореографов. Пожалуйста, Татьяна Юрьевна, что вы думаете по этому поводу? Здравствуйте. Да, я думаю, что это очень актуальный вопрос в современной реальности. Поскольку вот уже шесть месяцев мы живем вот в этой так называемой современной реальности. И сколько она еще продлится, пока неизвестно. Мне в начале казалось, что это очень необходимо – смотреть концерты онлайн. Мне было интересно, поскольку в начале мы были на самоизоляции и вообще практически никуда не могли выходить. Это с точки зрения «Смотри». И до сих пор, в принципе, мне смотреть хочется концерты онлайн. С точки зрения «Выступать». Да, действительно, в начале меня немножко смущала необходимость сначала записать программу. Ну, это так, как у нас происходило. Я знаю, что… Вернее, у меня происходили. Сначала мы записывали программу, а потом она выходила в эфир. Так вот, запись программы есть в этом и положительные, и отрицательные моменты. Безусловно, отрицательный момент заключается в том, что, в общем-то, выступление происходит не на сцене. И не возникает у исполнителя, говорю о себе, не возникает вот того сценического куража, который очень часто придает выступлению дополнительную эмоциональную окраску. И этот момент меня, конечно же, смущал, когда мы записывали, в данном случае говорю о своей собственной программе. Но потом, вот честно сказать, я как-то забыла, что передо мной камера, а зрителей нет. Потому что танец, индийский танец, он имеет такую особенность, он вовлекает и зрителя, и исполнителя. И это мне, собственно говоря, и помогло получить, ну, практически тот же самый эффект удовлетворения, который я бы получила, если бы выступала перед зрителями. То есть мой ответ и как исполнителя. Да, я за то, чтобы были концерты онлайн, пусть и предварительно записанные. И еще, даже самые именитые исполнители, я читала высказывания Николая Цискоридзе, Светланы Захаровой. Светлана Захарова сейчас ведущая солистка Большого театра России. И все признавались, что в период самоизоляции, к сожалению, происходит снижение физической активности. Человек априори не может заставить себя работать в той же самой интенсивности, в которой он работал, не будучи на этой самоизоляции. Поэтому концерты онлайн подстегивают еще и наши собственные желания. Желание творить и желание оставаться в хорошей форме. Так что мой ответ – да. Я за концерты онлайн. Екатерина Юрьевна, а как вы относитесь к этим концертам? Вот ваши ученики записали видео. Как они вообще к этому отнеслись? Не задавали ли они вам такой интересный вопрос, как «Откуда вы лично черпаете вдохновение творить и работать с ними?» Девочки-то как раз связались к моменту записи. И сама запись прошла в достаточно таком жестком режиме. Надо отдать должное и их терпению, и, так скажем, всем нашим попыткам. Для меня несколько по-другому смотрится вообще вопрос. Я больше, наверное, как прагматик и как технар по природе думаю о том, что все зависит от технологии. В силу пандемии мы влипли в этот вопрос несколько неожиданно. И уж какая у нас сейчас есть конкретная база технологий, к такой вынуждены приноравливаться. Именно поэтому речь идет о том, что надо сначала записать, а потом только продемонстрировать этот танец. Потому что пока что технологии не позволяют показывать по-нормальному онлайн. Так, чтобы вот люди танцевали, и тут же бы все прекрасно, по крайней мере, все могли бы с одинаковым уровнем качества передать живой танец. Получается, что приходится сначала записать. Более того, изучение какого-либо материала в рамках онлайна, оно тоже, собственно, привело к целому ряду возникших проблем. И, допустим, танец, который мы сейчас будем демонстрировать на концерте, посвященном 25-летию коллектива Одесси Джимон Витте, я считаю, что мы записали в несколько экстремальных условиях. Он не был до конца еще проработан, выучен. И писать приходилось с огромным количеством дублей. Потом прихопировать. И получается, что танец с девочками в момент танцевания не проживается в полном смысле этого слова, как мы обычно это привыкли воспринимать на сцене. Рано или поздно захочется всем, чтобы те же самые танцы мы же сами показали все вживую на нормальной сцене. Но, тем не менее, особенно в рамках нынешних возможностей, нынешних ситуаций, безусловно, такие вещи все равно проводить надо. Ну, например, второй эксперимент был, допустим, Маша моя, Ануфрия, участвовала в программе, где она танцевала тхумри. И там, по сути дела, это получилась запись вживую. Там она полностью целиком прожила этот танец. И хотя зрителей было мало, в основном все были только, так что называется, операторы и знакомые, я думаю, она получила на тот момент какую-то конкретную долю вот этого вот чувства соприкосновения со зрителями. И танцевала не только для себя, но и питалась вот таким вот зрительским интересом. И у нее тогда это получилось, по-моему, очень неплохо. Вот, то есть, по сути дела, все равно, я тоже считаю, что концерты, безусловно, нужны. Со временем и технологии улучшатся, и пандемия исчезнет, и мы будем видеть и живые концерты, и хорошие настоящие концерты онлайн. Например, сегодня я смотрела концерт от Сангитна Атак Академии в рамках Института Катакендры. Был сделан, видимо, сборный фестиваль, посвященный Ромайне и, так скажем, в рамках праздника Дивали, Дошера и все прочее. Вот, и, естественно, они там танцевали один раз, а не десять раз, без всякого монтажа. Ну, безусловно, мне в любом случае понравилось быть зрителем этого концерта. Я с удовольствием смотрела хорошо, так скажем, проработанные хореографии, прекрасные, так скажем, артистические работы девушки, которая потом исполняла сольную партию. Так что нужны все виды концертов. Я считаю, что концерты онлайн, что они сильно добавили, это то, что у нас получается теперь гораздо более широкая возможность видеть не только нашу аудиторию, но и всю мировую. Вот это безусловный фактор. И сами мы, всех очень здорово подстегнуло, начали создаваться фестивали и концерты именно международного характера, где принимают участие самые разные артисты, и индийцы, и иностранцы, и все показывают свои возможности. И в этом смысле у нас получилось гораздо большое поле для наблюдения за нашими же собственными искусствами, не только на основе наших близких друзей и коллег. То есть, безусловно, нужно, но очень хочется усиления технологий и уменьшения пандемии. А вот давайте мы спросим Надежду Геннадьевну. Надежда Геннадьевна, а вы что думаете? Как у вас прошла видеозапись и какие возможности вам помогли это сделать совместно? Ну, в первую очередь, конечно же, все записи онлайн, они ведут в собой ряд проблем. Проблемы такие. Нахождение зала, нахождение хорошего, так сказать, бэкграунда. И когда мы нашли, наконец-то, зал, он оказался у меня дома, и мы его украсили и сделали как бы небольшую сцену. И когда мы начали танцевать и записывать танец, мы почувствовали, что нам не хватает зрителя. Когда ты на сцене, да, вот как выразила Статьяна, каридж нужен, правильно? То есть, не хватает вот этого настроя. То есть, адреналина не хватает, когда ты в зале выступаешь. А так, конечно же, ну, в принципе, онлайн можно смотреть концерты, но самому выступать это не очень приятно, честно говоря. Надя, а можно сразу задать второй вопрос? Как ты думаешь, дистанционное обучение у нас имеет будущее? Вот, может быть, у тебя уже есть какие-нибудь результаты, и кто-то добился у тебя, занимаясь дистанционно? И вообще, как ты думаешь, возможно ли в итоге все-таки получить хороший результат? Вы знаете, Виталина, дело в том, что, да, онлайн, конечно, обучаться можно. Можно обучиться йоге. Я, например, сейчас занимаюсь йогой. Но, понимаете, такие искусства, как танец и йога и вообще другие виды съедения, мы не можем поправить. Иногда ученикам сложно понять. Да, хорошо, Катюш, продолжай. Я считаю, что все упирается только в один вопрос. Вопрос возможностей и технологий. И я ничуть не сомневаюсь, что в будущем серьезно это направление более широко применяться. И даже, ну, если не на равных, то, может, даже где-то будет опережать. Потому что, естественно, людей становится больше, живут они, так скажем, в самых разных уголках Земли. Заниматься хотят самыми различными видами искусства. Далеко не всегда это рядом, под боком. Но возможности заниматься онлайн в этом плане, безусловно, безграничны. И только технологии ограничивают в этом плане сейчас, по крайней мере, давать реальные уроки онлайн. Безусловно, можно обучить технических проблем, которые на данный конкретный момент существуют. Существует опаздывание музыки по сравнению с движением. Существует то, что идет накладывание разных учеников, если они одновременно присутствуют на одной платформе между звуком и движением. Разные у разных учеников. То есть одновременно даже 2-3 ученика уже тяжело. На данный конкретный момент это крайне проблематично. Это только вынужденная ситуация пандемии. Вынуждены приноравливаться в этом плане очень сильно. То есть для того, чтобы нормально проверить одного конкретного ученика, что он увидел и усвоил от учителя, какую форму движения он правильно сделал или неправильно, я должна выключить всех остальных. Ну, по крайней мере, хотя бы звук. Он должен у себя дома включить музыку, ученик под нее станцевать. Только тогда я могу оценить, правильно или неправильно он понял все нюансы музыки, все нюансы движения и так далее. Потом следующего, потом следующего и так далее. Это очень накладно. Это очень раздвигает временные даже рамки того, чтобы усваивать одну и ту же информацию. Я еще раз повторюсь, всего лишь навсего два-три ученика. Уж не говоря о больших группах. Только технологии на данный конкретный момент ограничивают употребление этого в широком формате для тех, кто занимается именно искусством. Татьяна Юрьевна, а вы что думаете? Да, я немножко не согласна с Экстримой Юрьиной. Да, действительно, технологии двинутся и они улучшатся, безусловно. Но я все-таки считаю, что танец, как и музыка, это та тонкая субстанция, которая может передаваться только при личном контакте. Я не против обучения онлайн. Опять же, в современной ситуации это необходимо. И лучше вот таким образом поддержать связь с учениками, поддержать их форму, поддержать их интерес, чем, в принципе, прекратить всяческие занятия. Были проведены достаточно скрупулезные занятия с одной из моих учениц. При личной встрече обнаружилось огромное количество ошибок. И, к сожалению, это вот те ошибки, которые нельзя поправить с экрана, нельзя донести с экрана. Ну, может быть, я не очень в этом деле продвинутая или талантливая, как педагог. Но я знаю мнение многих педагогов, что именно танец и музыка, ну, не подлежат они дистанционному обучению. И все вот эти вот огромные мастер-классы, когда я вижу на экране, там, я не знаю, 20 учеников, вот они учат какую-то композицию. Да, поиметь материал, ну, последовательность движений, композицию – это можно. Но это, скорее, все-таки поверхностное изучение, неглубокое. А вот как преодолеть вот этот вот кризис экрана, не знаю, и нужно ли его преодолевать в будущем, не знаю. Но я категория, в принципе, я была, есть и буду против дистанционного обучения. Но повторяю, что в современных реалиях это необходимо. Как вы считаете, а конкурсы вообще играть, хотя бы какую-то роль вот в данном… Онлайн-конкурсы? Онлайн-конкурсы. Ну, вообще, да вообще эквилибристика. Либо просто, чтобы привлечь внимание к себе любимым, не говорю о конкурсантах, а больше об организаторах, либо в каких-то ситуациях поиметь хоть какие-то деньги. Если конкурсы платные. Правда, таковых меньше. Знаю от участников, которые принимали участие в онлайн-конкурсах. Ну, почему бы не поучаствовать? Но это все равно не заметят вот той живой атмосферы, того живого соперничества, здорового соперничества, хорошего, творческого, который возникает, естественно, при проведении нормального конкурса. Ну, то есть можно, но постольку-постольку. Надежда Геннадьевна. Это не передается практически. Общение учителя с учеником, если будут преодолены те вопросы технологические, о которых вы сейчас посмотрите, рано или поздно технологии перейдут и к объемным, и к формату гораздо более крупным, чем вы. Вы сейчас смотрите телефон, это вообще невозможно, что там можно увидеть на экране телефона. Это бред просто полный. Экран должен быть в полный рост, когда смотришь на ученика примерно того же роста, что и ты. Тогда ты можешь все детали его движения видеть, он может видеть все твои детали и так далее. Это только технология будущего, гораздо более глубокого будущего, ни через год, ни через два. Я не знаю, через какое время, но рано или поздно это будет. Вы, извините, звоните своим друзьям, будете, и будете думать, что вы находитесь рядом с ним. У нас, слава богу, фантасты все это написали еще сто лет назад. Мы потихоньку к этому идем. Я бы уже даже не сказала, что слово «потихоньку» здесь подходит. Извините, я сравниваю, какой у меня магнитофон был, когда я только начинала преподавать, и то, что я сейчас ношу для того, чтобы музыку включать. Это несопоставимо. Мы говорим о разном. Безусловно, контакт учитель-ученик нужен, и без него никаких высоких достижений вы не получите. А вот на каком этапе это будет возможно с помощью онлайн, ну, это дело глубокого будущего. Со своей стороны, мне тоже хочется сказать, у меня тоже вот был некий опыт. Девушки из разных городов России, и даже не России, занимались, и сейчас тоже занимаются, я даю им уроки. Действительно получается, что я полностью должна доверить все им. Я им даю материал, но в качестве проверки я прошу их прислать мне видео. То есть они, глядя на меня, изучая вместе со мной, я не могу оценить, я ничего не могу оценить, не могу дать им каких-то конкретных советов, глядя на экран, где несколько человек и все в разное время выполняют данные движения. Действительно, я прошу их записать это видео, этого момента, этого куска, который мы изучали, и прислать мне для индивидуального просмотра. То есть на нас ложится большая работа, и также ложится работа на этого ученика, и мы должны доверять ему и давать ему как можно больше времени и ответственности за то, что он действительно не так только так. Ну что, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать нашу мнение. Но все-таки мы ждем учеников, пускай они приходят, пускай они интересуются. И постепенно, я думаю, что будет такая возможность, и будет возможность изучать все это в классе и общаться с учителем действительно. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Виталина. До свидания. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. На конферте. На конферте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok